Это тоже по драгобыческим следам. Смерть называется на двух языках. Смерть в билочке. Сколько не защищая природу, миллионы зверей умирают естественной смертью. Пусть зелёные против. Зелёные в честь цвета защищаемой бессмертной живой природы. Хотя, опять же, природа как раз смертна. То, о чём не упоминают, просто составная часть жизни. И природа, опять же, не всегда чисто зелёная. Грязная, серо-буро-малиновая тоже. Разнокрасная, как венозная кровь, как нежная лесная малина. Тёмно-коричневая, как земля. Серая, как смерть. Скорбная, скромная, серая, звериная смерть. Укрытая от людских глаз непричастных тайн. Кто-нибудь, когда-нибудь, своими человеческими непричастными тайн, мёртвую птицу видел? Не городскую вечную ворону, не распластанного случайной шиной мусорного голубя, а дикую, мёртвую в лесу. Из тех, умирающих миллионами. Из ежедневных, недавних, лесных участников, освободившихся, освобождённых, оставивших свои тела в распоряжении мироздания. Не все из них, умерев, будут съедены падальщиками. Чуть было не написал плакальщиками. Падальщикам на всех не хватит. Дикие звери растворяются в природе, укромно, в полной гармонии. Покой, утрачивая ненужный окрас, видовые черты, медленно сливаются с окружением, понемногу обретая новое достоинство и смертельную красоту. Тогда природа принимает их гибель в спокойное обрамление, к которому они привыкли и которого достойны. Это и называется погребением по высшему разряду. Мимо одного такого довелось не пройти. Вот так выглядит мёртвая белка, благоволящим смерти старом Драговыче. Вокруг её, теперь уже бывших владений, вокруг парка очень много суеты, студенческого пешего брожения, выживания, времён года, поверхностных оппозиций русский-украинский. Поверхностных, потому что под оптовыми недавными смертями, красными, тёмно-коричневыми, ещё глубже, на старинной глубине, как зарытые в землю терракотовые легионы, стоят былые драговыческие оппозиции, австро-венгерская, польская, еврейская, немецкая, троеточие. Смерть людей, в отличие от зверины, всегда повод для беспокойства, спора. Оспаривается всё, даже само существование её как понятие. Ибо сказано, троеточие, нет, это уже совсем на другой разговор свернули. Такой комментарий к фотографии не годится. Вернёмся к исходной точке. Вот мёртвая белочка, вернее, билочка. Если бы это был русский зверёк, а не западноукраинский, лепо бы быть нам, братья, звать, и я всё же белочка. А хоть и старинными словесы векша. Кстати, почему бы и нет? Умные патриоты скакнув мыслью, подтвердят. Умные патриоты всегда умеют подтверждать и заявить права. Они скажут, как таковой, как зверька, что следует из фотографии. Её, смотри, уже нет. А есть слово. Оно русское, как слово полку. Но только есть и тут, правда, одно но. Слово полку, на которое я так грубо мыслью и подреву ссылаюсь, вполне себе киевский сборник. Язык какового сборника от Киева довёл той же мыслью скача до Гамбурга, где, как известно, делают луну и предъявляют за неё гамбургский счёт. И где на родине Гамбургера, ещё до его эмиграции, было напечатано в 1797 году впервые слово полку. И сделалось оно равным луне, что есть сильно высоко. Поэтому с луны на землю. На земблю. Дальше, дальше, дальше. Вплоть до российского именица графа Мусина Пушкина. Музы, вы не ослышались. На конце Пушкин. Скажешь Пушкин, и музы вздрагивают. Когда говорят Пушкин, музы молчат. Пушкин весёлое имя, любую музу за пояс заткнёт, не говоря о. И только Ярославна плачет в пути в Лесумской области на границе с Курском о потерянном братстве, о растерянном рае всеобщей идентичности, всеобщей резни. И стоит ли теперь, когда так высоко брат воспарили, тревожить покой простой украинской белки, вычурной русской векшей? Откуда она вообще взялась? Тотем, кстати, на Боково, второй после Лепидоптеры. Но в отличие от Бабочки, более тесно связанный со смертью. Да, про смерть опять забыли. Возвращаемся, никуда не деться. Смерть Билочки. Очень достойное, смотри, фото. Святой Франциск, сейчас улыбаясь на простой латыни, объясняет ей правила внутреннего распорядка. Пункт первый. Внутреннего распорядка нет. Как нет и латыни, и звериного рая. Пан учитель Бруно Шульц на правах земляка расспрашивает на Польском, Идышем, Птичьем, Белищем, как там дела в Драгобыче. Приятно удивлен, оказывается, гимназия, где раньше учительствовал, стала главным корпусом университета. Приветы от старых знакомых. Парковая ворона, одна из тех, которая в птицах, просит передать, что живет хорошо. Села в последние 50 лет на околоресторанную диету. Собирается прожить еще 230. Так что свидание на пару веков откладывается. А санатория, троеточие, я, раскакавший мыслью, приехавший из мест не столь отдаленных, где делают луну и фотоаппараты, прохожу мимо скорбного погребального пенька, через который, через темнеющий парк и через пенек, тень пана учителя как раз проходит к старому зданию гимназии. Фотографирую. Прощай, Белка. Встретимся. Продолжение следует.